Девушки отдыхают Снова продулся Малость не повезло Я сейчас еду к сенатору Генри на ужин Ред В машине поговорим Угу Ух Ты не поможешь мне выбрать подарок для мисс Генри В среду у нее день рождения Так-так, хочешь поддержать сенатора? Конечно Зачем? Вся верхушка на своих местах останется А без тебя он может победить на выборах? Ни за что Он это знает? Еще бы не знать Надь, какого черта? Сенатор не тот человек, который нам нужен, Поль Что это на тебя нашло? Я как-никак собираюсь жениться на его дочери Это условие сделки? Угу Потребуй, чтобы свадьбу сыграли до выборов Будешь хотя бы знать, что сенатор не водит тебя за нос Ты говоришь о сенаторе, как будто он гангстер Он джентльмен на его... Его дочь аристократка Ты же для них всегда будешь низшим существом Букашкой Человеком второго сорта Смотри, Поль, не ушел бы ты от них голым М? М? Сейчас, побери Мерс! Мерс! Помоги завести! Мерс! Мерс! КОНЕЦ Так сколько ты хочешь? Пятьсот Прошу вас КОНЕЦ Берни Диспейн у телефона Алло, Берни, это я Какая ставка на Пегио Тул? Пятьсот долларов, нет? И никакого риска В такую погодку Пеги всех обставит Окей Ставлю пятьсот в этом заезде КОНЕЦ 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 Надеюсь, победила Петти Готул! ЗВОНОК В ДВЕРЬ 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 Дейлор Генри? ЗВОНОК В ДВЕРЬ 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 Этот старый лысый кретин, он от меня сбежал, ублюдок! Он ничего не просил передать мне? Он тебе что-нибудь должен? Я выиграл в третьем заезде. Флакали твои денежки, Нед. Все мои драгоценности унес, только те, что на мне и остались. Вот! Думаешь, легко дается нам это золотишко, а, Нед? Но он еще пожалеет. Знаешь, что это? Не имею понятия. Долговые расписки Тейлора. Теперь они ничего не стоят. Потому он и мертв, что они никогда ничего не стоили. Это уже твои выдумки. Вчера я слышала, как Берни звонил Тейлору. Угрожал и требовал вернуть ему деньги. Это еще ни о чем не говорит. Я ему отомщу за все. Завтра же я с этим пойду в полицию! Алло, лейтенант Дулан. Я звоню из квартиры Берни Диспейна. У него тут находится мисс Уилшир, Линкстрид 190. Берни сбежал от нее, забыв векселя Тейлора Генри. Да. Понял. Жду вас здесь. Куда он мог уехать, а? Откуда мне знать? Здравствуйте, мистер Бомонд. Прошу вас, проходите. Ну, наконец-то, негодный мальчишка. Совсем забыл старуху. Я уже давно не мальчишка, и у меня есть свои дела. Оставьте шалости, здесь они никому не нужны. Завтракайте. Присаживайся. Благодарю. Я сыт. А где опаль? Она нездорова. Что-нибудь серьезное? Голова болит. Наверное, перетанцевала. Хорош отец. Не знает, от чего болит голова у дочери. О, Господи, да прекратит она когда-нибудь эту стрельбу или нет? Мадам? Довольно поясничать. Есть новости? Поль, сделай меня официальным лицом прокуратуры. О, зачем это тебе понадобилось? Берни удрал с моим выигрышем. С бумажки гораздо проще загнать его в угол. Тебе не хватает того, что я плачу, а? Нет. Ты хорошо мне платишь, Поль, но за два месяца я не выиграл ни одного цента. Так почему же теперь, когда мне повезло, я должен отдавать свой выигрыш этому мерзавцу? Поль, ты глава крупнейшего треста. Всего один звонок по телефону, и вопрос будет решен. Ладно, что-нибудь сделаю. Позвоню прокурору Фарру. Ты ведь знаком с этой старой лисой? Угу, еще бы. Поговори, Сапаль. Пусть прекратит эту канонаду. Окей. Пусть. Браво, малышка, браво. Позволь-ка. Тебе сейчас очень паршиво, но и сотрясать дом тоже не стоит. Вы это о чем? Я говорю о Тейлоре. Ха, случайное знакомство и ничего больше. Угу, вот и отлично. Нэт, вернитесь. Мы ведь друзья, верно? Допустим. Вы знаете, кто это сделал? Знаю. Кто? Барни Диспейн. Сейчас я пытаюсь его найти. Помощь моя нужна? Да не могла бы достать мне одну из шляп Тейлора? Думаю, да. Ты говоришь, схватим, Барни? Конечно. От Сэма еще никто не уходил. Ха-ха-ха. Считай, что он у нас в руках. Вот, на, возьми. На всякий случай. Привет. Барни Диспейн здесь? Здесь он или нет? Отвечай. Мне нужен Барни Диспейн. Чего орешь? Барни, 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 Барни. Какой еще Барни? Барни. 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 Монет. Барни. Барни. Вот он. Барни. Мне нужно поговорить с тобой. Догадываюсь. Как только я тебя увидел, я сразу сказал себе. Держу пари, он хочет со мной поговорить. Добрый день Разговор будет серьезный Вот как Ну, проходи Берли Отстань Мадам Угощайся Кстати, теперь я служу в прокуратуре Ловко делаешь карьеру Когда я тебя видел в последний раз Ты все еще ходил в холуях у поля Хочешь у меня узнать, кто ухлопал сенаторского сыночка? Да Не там ищешь Ли мне все рассказала Сначала в полицию настучал А теперь шьешь тебе мокрое дело? Так это же она все им про тебя выложила А что я могла сделать, если он их ко мне прислал? Ли просто дура Эти векселя ничего не стоят А кто же сюда примчался, чтобы предупредить тебя? Этим ты их на меня и навела, идиотка! А ты лапух! Разрешу, я его выкину Ехать пора Погоди У тебя имеется ордер на мой арест? Ээээ... нет Тогда разговор окончен Убирайся! Не то кит тебя вышвернет Они сматываются? Будем мрать? Не сейчас Субтитры сделал DimaTorzok Берни Идем со мной Кит Убери-ка его с дороги Берни, за мной! Не сюда! Сюда, быстро! Постой, Берни, подожди! Эй, давай! Пошли! Живей! Эх! Эх! Ой! Эх! 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 Опа! Эх! Эх! А-а-а! Голубчик попался! Что ты от меня хочешь? Подожди! Эх... Подожди! А-а-а! Эх! 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 Ну давай-давай, садись! Поехали! Ну и чё ты с тобой? Стой! Выходи! Подонок! Купил себе удостоверение, чтобы честных людей грабить! Негодёй! Назад! Ну что ещё? Это ты убил Тейлора? Чушь! Его векселя у меня были, верно? Я и не отрицаю этого! Правда и то, что когда он отказался мне платить, я слегка припугнул его! Но это и всё! Никаких улик против меня нет! Ты так считаешь? А вот я думаю совсем иначе! Больше ничего быть не может! Когда я к тебе пришёл, у меня была шляпа на голове! Это шляпа Тейлора! К чему ты гнёшь? Я вижу, ты ни черта не понял! На месте убийства шляпы ведь не нашли! Так найдут под подушкой в твоей берлоге! Этой улики вполне хватит, чтобы посадить тебя на электрический стол! Нед! Не продавай меня! Я проиграл все деньги! Не мог с долгами расплатиться! Понимаешь? Поэтому и бежал! Я тебе отдам! С процентами! Нед! Только без шуток! Обещай, что не продашь меня! Хорошо! Выбежи, чек! Окей! На! На! Добрый день, господин прокурор! Ну? Как съездил? Ничего! Бывает хуже! Я не люблю совать нос в чужие дела! Но зачем нужен Полю этот Берни Диспейн, а? Полю на него начхать! Он был нужен мне! Берни в убийстве Тейлора не замешан! Оставьте! Пригодится! Всякое бывает! Минуточку! Весьма интересно, что вы скажете по поводу этого анонимного письма! Почему Полю Мэдвиг после того, как убили Тейлора, присвоил его шляпу? Куда подевала шляпа, которая в день убийства была на Тейлоре? Почему вы поручили расследование человеку, который не имеет отношения к полиции? Чепуха? Да, но мне хотелось услышать и ваше мнение! Ну вот и услышали! ЗВОНОК В ДВЕ Strange ЗВОНОК В ДВЕРИ ЗВОНОК В ДВЕРИ Алло! Дженет Генри слушает! Здравствуйте, Дженет! Как у вас день проходит? Прекрасно проходит! Сейчас занимаюсь спортом! Я очень рад. Вас не затруднит передать сенатору, что я задержусь на пару часиков. О, как жаль, Поль. Ну, ничего. Я передам. До свидания, Дженет. До свидания, Поль. Ну? Она уже, Дженет, делаешь успехи. Вчера я провел с ней весь вечер. Шэдо Рори уже здесь. Пригласить? Пусть войдет. Шэдо Рори сманивает моих ребят в свою шайку. Всеми правдами и неправдами пытается провалить сенатора Генри и протащить на выборах своего кандидата. Вышвырну его из города и все дела. Из города? Каким же образом? А, увидишь. Ну, как дела, Шэд? Отлично, Поль. Хотя кое-что меня не устраивает. Неужели? Ведь приказ закрыть мои заведения исходит от тебя. Я оплачу фараонам, чтобы они меня не трогали. Чтобы оставили, наконец, в покое. Неужели не ясно? Бизнес есть бизнес. А политика это политика. Э, нет, приятель. Ты просто обнаглел. Значит, война и не на жизнь, а на смерть. Все от тебя зависит. Я не мальчишка. Чтобы так со мной обращаться. Может, ты и взрослый, но слушаться меня будешь. Ну, берегись, Поль. Я открою казино сегодня же. Рейни. Это я. Как поживаешь? Как семья? Послушай, Шэд хочет снова открыть свой притон. Врежь ему так, чтобы он не рыпался. Вот именно. Вот так, Оррори. Ты еще пожалеешь об этом, Поль Мэдвик. Ну? Ты не прав, Поль. Знаешь что? Не надо меня учить. Мэдвик. Оторвись на секунду. Что тебе нужно? Пойдем отсюда. Ставки сделаны, джентльмены. Ставки сделаны. Игра. Благодарю. Ты говоришь, я неправильно обошелся с Шэдом Орори, да? Более того, глупо. Неужели? Что же я должен был сделать? Уступить ему? С Шэдом нужно было договориться. А ты вместо этого натравил на него полицию. Орори пропихнет своих людей в городскую администрацию, и тогда тебе крышка. Пока я поддерживаю сенатора, бояться нечего. Эта сенаторская семейка тебя, как слепого котенка, за нос водит. Ну, поддержишь ты его на выборах, а что получишь взамен? На пудреную баллонку в корсете? Не лезьте в свое дело! Я так и думал, что бесполезно тебе объяснять. Нэт? Нэт? Убери руки! Ну, ладно, ладно. Я неправ. Уйди с дороги! Послушай, Нэт. Не будь идиотом! Да! Ой! 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Я уезжаю из этого проклятого города Стой! Подожди! Да ты пошевели мозгами! У Шедо монеты сейчас полно, он не скупится А уехать сможешь после выборов! Рад вас видеть, мистер Бомонд Я тоже Прошу Так ты, значит, окончательно порвал с полем? Я полагаю, вы сами убедились в этом И долго ты был его правой рукой? Два года Ты должен о нем многое знать, не так ли? Предположим Как ты смотришь на то, чтобы стать хозяином лучшего казино в городе? М? Хороший песик Стареет Двадцать тысяч ты получишь немедленно И еще двадцать После выборов За то, что продам поле? Ты просто расскажешь редактору вечерней газеты, как поле управляет городом Подкуп должностных лиц Подпольная торговля наркотиками Другие делишки И вот что Кто и как убил Тейлора Генри А ты должен это знать Возможно В этой пачке Двадцать тысяч Благодарю Хинкли сюда Знакомьтесь, Нед Бомонд Он все расскажет Окей Едем ко мне и за работу Здесь спокойней Если вы боитесь за деньги То оставьте их у себя При чем тут деньги? Вы не верите мне Возьмите Я выхожу из игры Нет Джаб, виски Сюда Ганя бумажку Куда это ты собрался? Ох, как бы ты его не прикончил Ничего Держу пари, что такая трепка Ему даже нравится Ну Разве я не прав? А, малыш Кто? Открой, это я Я не хочу, чтобы он загнулся Рановато Еще послужит нам Бери за ноги Сейчас Сейчас Пусть примет Ванну Ты слышишь? Это я Шетту Рори Ага Очухался, голубчик Да Отлично Ты сейчас Мне расскажешь О своем боссе Все, что знаешь Молчание Нед Только ускорит Твой конец Что ты говоришь? Подлец Продолжайте Молчание 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 КОНЕЦ 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 Мисс Генри и мистер Медвик пришли навестить вас. Пусть войдут. Мистер Бомонд, я очень рада, что вы так быстро поправляетесь. Присаживайтесь, пожалуйста. Минутку. Я не могла не прийти. Пашу. Если вам не по душе мой визит, то не ругайте за это Поля. Это я заставила его взять меня с собой. И правильно сделала. Главное, что ты жив. Поль, я специально это сделал, для того только, чтобы Рори в нашу ссору поверил. Да понял я. Не такой уж я кретин, как тебе кажется. Но урезал ты мне хорошо. Думал, смогу заманить его в ловушку, но не рассчитал и... Садись, Поля. А, мы ненадолго. Необходимо еще собрать голоса рабочих железнодорожников. Да. Можно я еще посижу с вами немного? Конечно, буду рад. Но мне, пожалуй, пора. Прости, прости. Поправляйся скорее. До свидания, Джанет. Почему вы меня не любите? Вы ошибаетесь. Нет. Я это чувствую. Возможно, мои манеры оставляют желать лучшего. Не обращайте на это внимания. Мне бы очень хотелось, чтобы вы относились ко мне хорошо. Может быть, так оно и есть? Нет. Это не так. Я ведь не так давно у Поля служу. И еще не пасти к азбуке хороших манер, которыми отличаются сливки общества. Да вы издеваетесь надо мной. Да вы издеваетесь. Добрый день. Вы почему не позвонили мне? А тебе идет это платье. Отмечайте. Я хотел зайти, но... Ненавижу, когда люди не выполняют своих обещаний. Думай, как хочешь. Знаете, кто убил Тейлора? Мой отец. Перехнулась. Да, да, это он. Нет, моя радость. Твой отец не мог этого сделать. Он не такой человек. Он убил. Это в газете прочла? Или письмо получила? Анонимное. Давай сюда. Неужели вы не догадываетесь, что вашего жениха убил ваш отец? Это все Шет урори. Он хочет скомпромиссировать твоего отца. Раз такое написали, значит улики есть. Когда нужно уничтожить конкурента, любые средства идут в ход. Политика это опасная и жестокая игра. Шет ненавидит поля. И любой ценой он пытается его оклеветать. Ведь правдой ничего не добьешься. Выходит, что вокруг одни негодяи. Кому же верить? Мой отец убийца. Мой отец убийца. Нет. Что это ты шатаешься под дождем? Поля нет дома. Он, наверное, в клубе. А Паль? Ее тоже нет, но ты проходи. Может, мне лучше в клуб заглянуть? И не думай даже. Промол до постеги нитки. Простудишься. Заходи, заходи. Сядься, Камина. А я велю подать чай. Камец. Я велю подать чай. Камец. Субтитры сделал DimaTorzok А ты бы сказал мне, если бы Поль был убийцей? Так откуда мне знать, что его убил не Поль? Хотелось бы верить, что в городе есть еще хотя бы один человек, который думает, как я. И очень хотелось бы, чтобы это была его мать. А она не развалится по дороге? Все возможно, если пойдет дождь. В дверном кармашке запасной пистолет. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Согрейтесь Завтра вернетесь в город А тебе везет Я думал, ты загнулся, но раз ты жив, нам нечего бояться Я и подавать на вас не буду Но не забудьте, что на вашем Джеффе, как считают в полиции, висит не одно убийство Сядь, и не рыпайся Я мог бы доставить вам массу неприятностей, мистер Хинкл, за то, что помогаете им Да нет, что вы, я вернулся только сейчас Я сам не знал, что не здесь у меня Голову под крылышко сунул, шею свернешь У вас в самом деле что-нибудь случилось? Или вы приехали обсуждать какие-то тайны? Возможно Но ради вас я готов поменять свои планы Вы не шутите? Нет Если хотите, я вам сейчас расскажу кое-что Апаль, как мне известно, считает, что Тейлор убил ее отец Нед, я прошу вас Апаль читает тот бред, который напечатал Хинкл И является сюда за объяснениями Но ему нечего сказать Все его имущество заложено Закладные у Шедо Урори Ваш муж куплен на корню и поливает поле грязью, как приказал Шедо Урори А в следующем номере взорвется еще одна бомба Дочь обвиняет отца в убийстве своего возлюбленного Ну и что? Ее ведь никто не кинул за язык Она сама сюда явилась И все рассказала Полю крышка Мы своего не упустим Но это же неправда Дорогая Улик против Поля Медвига столько, что его уже никто не спасет Причем тут Поля Медвиг? Какое мне до него дело? Видеть тебя не могу Чтобы муженьку маме хорошо спалось сегодня Налейте себе еще И выключите свет Элоис Я тебя жду Уже полночь Швырнуть бы сейчас у него чем-нибудь Между нами все кончено Слышишь ты, ничтожество Такова жизнь Да, я тебя поцелую Медвига Медвига КОНЕЦ Что случилось? Ничего интересного, пошли! Куда? Со мной! Зачем? КОНЕЦ Кто это так поздно? А, Нед! Ты не знаешь, где моя дочь? Опаль, со мной, не волнуйся Слушай меня внимательно Хинкл застрелился у себя на вилле В завтрашнем номере готовится бомба Ясно? Не дай ей сорваться Задержи номер Действуй Да, это я, господин судья А, пока хорошо У меня к вам дельце ГОВОРИТ ПЕСНЯ ГОВОРИТ ПЕСНЯ ГОВОРИТ ПЕСНЯ Прекрасно! Дженет, великолепно Благодарю Надеюсь, ты позволишь мне увезти Поля к себе ненадолго Я согласна Но с условием, что господин Бомонд останется со мной Конечно, думаю, скучать он вас не заставит Как себя чувствует Опаль? По-моему, отлично Неужели? Разве она не лежит с нервным расстройством в постели? А, ну это пройдет Просто она решила, что это Поля убила вашего братца И стала об этом болтать на всех перекрестках Откуда она это взяла? Газеты, анонимные письма Да? Представьте, как раз сегодня я получила анонимное письмо Идемте, я вам покажу Прошу вас Я могу довериться только вам Поэтому скажите, Полю действительно грозит опасность? Если в Поле ваш отец провалятся на выборах, они утратят контроль над городом И спастись в Поле не удастся А если они не провалятся? Тогда... Есть шанс? Тогда ему уже ничего не будет грозить, а вы с ним поженитесь А голосов у них хватит? Думаю, что да Вот так штука Это вы рассылали анонимные письма? Да Я Потому что знаю, что Поле убил Тейлора Решили отправить Поле на электрический стул Вы оскорбляете меня Но я смею надеяться, что мы сейчас не расстанемся врагами Это мы еще раз не сомневаемся КОНЕЦ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ЗВОНОК В ДВЕРЬ О, извините, он вечно что-нибудь да напутает И справится С выбором, я надеюсь, у вас все в порядке Могло быть и получше И от того ли ваши трудности, что Поля подозревает в убийстве? Об этом говорит весь город, так что... Но вы-то должны понимать, что это слухи Не мне указывать Полю, что ему делать Но если убийца не будет найден Мы провалимся на этих выборах Все наши люди переметнутся к Шэдоу Роли И Поле уже не поможешь Все ты видишь в черном свете Тебе крышка, если убийство не будет раскрыто немедленно Я это знаю Придумай что-нибудь другое Другого выхода нет Все остальное на руку Шэдоу Нед, я убил Тейлора Это несчастный случай В тот вечер, когда я вышел от них на улицу Он погнался за мной И набросился на меня с тростью в руках Не знаю, как это случилось Я схватил трость и ударил его по голове Он упал и... Стукнулся затылком А тротуар? А трость? Куда она подевалась? Трость я сжег Какая была трость? Такая коричневая Ты должен был сразу сознаться во всем Убийство с целью самозащиты А его сестра? Я ведь собираюсь жениться на Дженет А если откроется правда Все это полетит к черту А ты не допускаешь мысли Что она дурачит тебя? Поль Твоя Дженет с самого начала Была уверена, что ты убил Тейлора И это она навлекла на тебя подозрения Анонимными письмами Восстановила против тебя опаль А сегодня она и мне Голову морочила, но я... Довольно? Я не желаю с тобой разговаривать Сам приударить за ней хочешь Я же тебя из грязи за уши вытащил А ты, Иуда Убилайся к дьяволу! Вот так черт! Да это же Дэд Бомбард Знаете, это самый шикарный парень Из тех, у кого я обтирал свои кулаки Освободи стоп! Садись За мной хочешь Врешь Хочешь, чтобы я прошеда все улучшил? Точно Не здесь Наверху есть уютная комнатка Идем лучше туда Все ты врешь Думаешь, я не знаю, чего у тебя на душе? Наплевать тебе на Шеда Думай, как хочешь Прошу, джентльмен Спасибо Кстати Тебя ищет полиция Ха, ерунда Все равно до выборов мне ничего не сделают Так что плевать он о них хотел А потом Шед станет здесь хозяином И все будет нашим А если Шед не захочет с тобой возиться? Черта с два, Нед Я ведь такие штучки за ним знаю Расскажу, поперхнешься Валяй, выкладывай Здорово, Шед Садись А я еще пивка закажу Расповясывался ты, Джефф Я, кажется, запретил тебе вылезать из своей дыры Чего ты обидеваешь? Мерзавцы в губы Тише, Джефф, тише Придержи язык Не то я укорочу его Да какого черта ты на меня взъелся? Ты же знаешь, как я тебя люблю О, пошел вон! Взял пушку! Да Придется его прикончить Меня в это не впутываешь? Да что дома, Жан, прости Все это будет Придется его Допрогнулся Не допрягался Придется его Прости меня, Жерт, я не хотел. А колечко на память? Нет, не валяй дурака, отдай пистолет! Сматриваться надо! Нет. Ты что это? Я у тебя в долгу. Забыл? Ах ты, мразь! Сядь. Сядь! Позвони в полицию. Джефф прикончил Шедоу Рори. А иначе никак нельзя? Нельзя. Мистер Непт Бомонд. Вот видите, я была права? Да. Поле Мэдвиг сознался, что Тейлора убил он. Так вы мне поможете клубок распутать? Только при одном условии, мисс. Поклянитесь, что если мы дойдем до истины, вы примете ее, какой бы горькой она ни была. Клянусь. Папа, к тебе можно? О, рад вас видеть, мистер Бомонд. Позавтракать со мной не желаете? Мы должны кое-что тебе рассказать. Скажите ему все, Нэт. У меня есть основания считать, что Поле Мэдвиг убил вашего сына. Кто вам сказал эту чушь? Поле сам не в этом признался. Я иду к прокурору, и еще сегодня его арестуют. Я на секунду, мистер Бомонд. Подождите меня здесь. После такого удара я... Я должен побыть один. Как мог человек, которого я считал другом, убить моего сына? Минутку, сенатор. Извините меня, я спешу. Спешите встретиться с Полем. На вас в кармане пистолет. Отец! Я специальный следователь прокуратуры, не могу допустить, чтобы вы свершили убийство. Вы забыли, где вы находитесь. Убирайтесь отсюда. Джанет, пройди в свою комнату. Нет. Я должна все знать. Я человек некровожадный, но не могу допустить, чтобы убийца моего сына разгуливал безнаказанно на свободе. Его арестуют сегодня же. Сомневаюсь. Поле в нашем городе, но вряд ли привлекут в суду, что бы он там ни натворил. Поле Медвига все предали. Вся его свора. И вы в том числе. Поле из моего дома. Вы сами убили своего сына. А сейчас хотели прикончить и Поля, чтобы он не смог ничего рассказать. Боже мой. Это абсурд. Конечно, это абсурдно. Как и то, что вы принесли домой трость, которой убили его и шляпу. Но ведь Пол сам зазнался. Джанет, позвоните Полю и скажите ему, чтобы он скорее шел сюда. Не надо. В тот злополучный вечер между Полем и Тейлором произошла ссора. Поле ушел. Тейлор схватил мою трость и бросился вслед за ним. Я решил, что было бы глупо рисковать дружбой Поля из-за виранской спыльчивости моего сына. Когда я их настиг, я увидел, что трость уже у Поля. Он сразу отдал ее мне и ушел. Тейлор заговорил со мной в оскорбительном тонь. Толкнул меня. Хотел у меня отнять трость. До сих пор не знаю толком, как все это вышло. Но я ударил его тростью. И он упал. Поля сразу же вернулся. И мы увидели, что Тейлор мертв. Скандал, да еще накануне выборов лишил бы нас всех шансов. Я здорово растерялся поначалу. Хотел сообщить в полицию. Но Поля меня отговорил. Вот и все. Что ему грозит? Ничего не грозит. Связи, почтенный возраст. Высокое положение в обществе. Прощайте. Прощайте. Ну, проходи. Выезжаешь? Да. Останься, Нед. Ты мне очень нужен сейчас. Нет, не могу. Я должен ехать. Я должен ехать. Я бы хотел знать, что мы не расстаемся врагами. Я не даю на тебя злоба, Поля. Я тоже, Нед. Я тоже, Нед. Я тоже, Нед. Я тоже, Нед. Субтитры создавал DimaTorzok